Драгоценные, вы знаете, несколько служений проповедовал Олег, проповедовал Андрей, проповедовали братья наши. Знаете, когда проповедовал Олег, я могу сказать, что у меня уже почти песня готова. Пока он проповедовал, я песню писал. Но у меня по-другому не получается, я вот так принимаю Божие откровения. И вы знаете, я вот как-то размышлял над этим, почему мне так вот глубоко касается эта песня «Возьми меня, Отец, твою славу». Вы знаете, что нам нужно научиться. Мы так часто, да, каждого из нас можно назвать «я являюсь дитем Божьим». Аминь. Ты дитё Божье? Аминь, аминь. Но очень важно, мне нравится, как говорит всегда Павел, он всегда пишет такие, это меня вдохновляет, такие слова. Павел, раб и апостол. Такое сочетание как бы странное, да, кажется. Нам иногда кажется, ну как, подожди, раб и апостол, ну это как-то не там, не там. Послушайте, дорогие, вот нам очень важно научиться быть рабами Божьими. Не просто сынами, да, сынами однозначно. Послушайте, знаете, кто такой раб? Я вот размышлял над тем, что проповедовал брат Олег. Знаете, раб, он знаете, как приходит к господину? Он не приходит к господину, так, господин, в общем, мне надо вот это, мне надо это, мне надо вот это, вот это, вот это, так, подожди, подожди. А, вот еще мне вот это вот надо. Знаете, как раб приходит к господину? Раб приходит к господину и говорит, господин, что необходимо, что нужно, скажи, чего ты хочешь, ты. Раб, дорогие мои, это тот, кто выполняет повеление господина. Вы знаете, мы много ездим, много общаемся с людьми, и как много людей сегодня, они находятся на церковной скамье, они столько лет уже, может быть, верующие, но они до сих пор не понимают, для чего они призваны. Их призвание, они не понимают, в чем им надо развиваться, куда им надо двигаться, и это так удивительно. Вы знаете, как много людей, на самом деле, в процентном соотношении, молитвенная жизнь наша построена на том, что мы приходим к Богу и говорим, Бог, вот я, Господь, пожалуйста, ты видишь мои нужды, у меня вот это вот, Господь, ты видишь у меня в семье вот это. И это неплохо, да, мы должны озвучивать Богу свои какие-то чаяния, нужды, надежды, но послушайте, драгоценные, как сильно нам нужно научиться вот этому главному в нашей жизни. Прийти и сказать, Господи, чего ты хочешь? Знаете, мне так нравится, Иисус, Он говорит, я вообще ничего не делаю, пока не вижу Отца Творящего. Вот это сильно. У нас столько много сегодня разочарованных людей, потому что они такие уставшие, они такие перегоревшие, только по одной причине, Он говорит, я столько делал, как однажды один пастор свидетельствует, Он говорит, я пережил в своей жизни такую, знаете, как клиническая смерть. И Он говорит, я не знаю, было ли это как вот по-настоящему, или это было просто вот внутри меня, что я предстал перед Богом, перед Иисусом, я Ему рассказывал, я, Господи, я сделал вот это, а смотри, я сделал еще вот это, вот это вот я сделал. И знаете, Иисус, Он задает такой вопрос. И Он сказал Иисусу, Господь, наконец-то, я так устал. И Иисус ему сказал, знаешь, многое из того, что ты делал, я тебя вообще не просил делать. Как важно нам сегодня научиться слышать голос Божий. Я буду, конечно, проповедовать какую-то другую немножечко тему, но вообще это все связано. Вообще, поверьте мне, мы будем абсолютно счастливыми людьми, если мы будем понимать волю Божью о нас. Если мы будем понимать, чего Бог хочет от нас. С счастливыми людьми. Когда ты знаешь, да, Бог, я пойду и сделаю то, что ты просишь меня сделать. А для этого нужно научиться слышать голос Божий. И я думаю, что для этого нужно нам побольше пребывать, знаете, не в том, чтобы просто прийти и озвучить Богу все, что у нас в список, знаете, такой. Господь, вот у меня список. Я озвучил, все, помолился. Нет. Было бы странно, если бы я приходил к своей жене и просто озвучивал ей все свои желания. Я потом сказал, все, я ушел. Знаете, общение, оно по-другому строится. Мы делимся друг с другом. Аминь. Давайте мы откроем Тимофея 4 главу 16 стих. 1 Тимофея 4.16 Павел говорит такие очень глубокие слова, и я считаю, что они очень важны. Вникай в себя и в учение. Занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Вы знаете, что можно было бы сказать просто, вникай в учение. Послушай, вникай в учение, изучай, все, учись, 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 еще раз учись. Но Павел говорит, вникай в себя и в учение. Почему? Знаете, я думаю, для Павла важно, чтобы Тимофей, когда мы вникаем в себя и в учение, это, знаете, как скайнер такой. Мы сканируем себя. Слушайте, а я соответствую этому учению. Мы можем читать учение, изучать учение, но, дорогие мои, когда мы вникаем в свое сердце, мы смотрим, а мыслю ли я так же? А живу ли я так же, как написано? И вот это гораздо важнее, чем просто изучать учение. Потому что, когда мы смотрим на себя и смотрим на Его Слово, мы понимаем, что если что-то не соответствует, и я должен подойти и просто встать под этот стандарт. Мне необходимо это. То, о чем я хочу говорить, называется, я так назвал, муж по сердцу Божьему. Бог называет Давида, муж по сердцу моему. Знаете, во времена Давида было много музыкантов. В Израиле не был один такой Давид, знаете, чтобы просто никого нет, один Давид такой, играющий, поющий. Нет, было много музыкантов. Много было певцов, может быть, сладкоголосых, но в Давиде было что-то, что Бога восхищало просто. Чтобы Бог смотрел на него, о, это мой, мой, это мой. Красавчик. Люблю его. Муж по моему сердцу. Вот сердце поклонника было внутри. И знаете, мы будем читать сейчас 83-й Псалом. И я бы хотел, чтобы мы сегодня с вами делали то, что говорит Павел нам, вникали в себя и в учение. Чтобы мы смотрели на учение, на Слово Божие и смотрели на себя. Так ли мы живем по-настоящему? Или просто это Слово, вот оно как бы отдельно, а я отдельно. Что-то я принимаю из этого Слова, а что-то я не принимаю. Для меня это как бы, это уже слишком. Часто бывает так, что когда мы приезжаем и говорим о каких-то вещах, люди говорят, вы слишком радикально говорите. Но вы знаете, самое интересное в этом то, что все, что я сейчас буду говорить, я не буду говорить от себя, я буду читать из Писания. И если уж радикальное, то радикальное оно. Не я не радикальный. Писание радикальное. Знаете, Иисус радикальный. Нам иногда кажется, что Иисус такой мягкий, пушистый. Нет, Иисус был радикальный. Касаемо Слова Божьего. Послушайте, драгоценное. Давайте мы откроем Псалом. Прям просто с... Я думаю, можно со второго, наверное, стиха. Это Псалом сынов Кореевых. И мы можем со второго стиха. 83-2. Как вожделены жилища Твоей, Господи, сил. Знаете, когда я читаю эти строки, я всегда думаю о том, что живем ли мы так. Есть ли внутри нас это по-настоящему? Драгоценная церковь, дорогие мои, любимые Божьи дети. Есть ли внутри нас вот это вожделение? Есть ли внутри нас вот это переживание, когда ты просыпаешься утром и говоришь, Господи, как же я хочу в Твое драгоценное присутствие? Есть ли внутри нас такое, что когда мы бежим в Дом Божий, мы не идем, знаете, о-о-о, я не выспался, у меня плохое настроение, у меня еще что-то. Но мы бежим по-настоящему в Дом Божий, потому что мы знаем, что там Бог будет говорить в мою жизнь, что там Господь будет касаться меня, будет изменять меня, будет формировать меня, будет давать мне свое слово, которое живет внутри меня, которое потечет реками воды живой, и люди будут сталкиваться со мной и с этим словом. Послушай, дорогой, бежим ли мы так в Дом Божий? Есть ли внутри нас вожделение? Вы знаете, что слово вожделение, оно не означает желание. Потому что желание – это другое слово. Потому что желание – это... Если ты... Я хочу, Господь. Ну, если я не получил, ну, ничего страшного. А вожделение – это другое. Вожделение просто – это... Если я не получу, я просто умру, я не могу. Мне это надо, я не могу. Вожделенные жилища Твои. Как вожделенные жилища Твои, Господи, сил. И дальше следующий стих говорит. Истомилась душа моя. Ого-ой. Жила я во дворы Господню. Истомилась томление. Внутреннее вот это переживание, когда ты говоришь, Господи, как же я хочу в Твое присутствие. И если у нас вот это состояние внутри. Вы знаете, что мы чаще сталкиваемся с тем, что люди, как бы, приходя на служение даже, на собрание. И если вдруг чуть-чуть, немножко где-то затягивается, у людей уже, ну, все, мне надо бежать, мне надо бежать. У меня там дела, у меня еще какие-то. И люди, как бы, бегут из Дома Божьего. Не так они бегут в Дом Божий, знаете, но как из Него. Потому что дел много. Жизнь, как жизнь. Я уже рассказывал, мы раз уже, наверное, раза четыре, наверное, мы служили в одной такой церкви, удивительной церкви. Я, как бы, таких других церквей не видел. Но они вот такие вот. Знаете, у них служение проходит шесть или семь часов. Мы приезжаем туда, пастор подходит к нам, так, аллилуйя, Александр, Сергей, слава Господу. В общем, вы тогда сегодня, ну, в прославлении там, вы тогда проповедуете, а еще по шертованию вы призовите, ну, раз приехали, понимаете, по полной программе. А вы еще надо, в общем, у нас еще вечеря будет, вечерю проведете. И вот, и она просто вот, все, в общем, понял. Служение начинается в десять часов. Церковь собрала, церковь начинает прославление. Я вам хочу сказать, что я уже, знаете, стою такой в Рим два часа. А я еще не проповедовал. Я даже на сцену не поднимался вообще. Потому что все служение происходит, знаете, таким образом, что вышел человек, говорит, Господь меня исцелил, аллилуйя. Церковь, вы молились, Господь исцелил. Какие-то свидетельства такие, раз ушло все, аллилуйя, помолились. Другой вышел, говорит, церковь, я нуждаюсь в молитве, помолитесь за меня. И церковь молится, знаете, и просто какие-то вот такое вот движение. Я подхожу к людям после служения, я говорю, слушайте, родные, вы не устали? И они мне говорят, слушай, что значит устали? А куда мы пойдем? Ну что, мы пойдем домой? Мы включим телевизор? Что мы? Они говорят, мы все, что необходимо, мы сделали в субботу, аллилуйя. Мы освободили воскресенье. Это наш день с Богом. И они практически весь день проводят в церкви. Знаете, такое общение, оно, даже когда служение заканчивается, я вам хочу сказать, нас увозят, ну как гостей, знаете, увезли. А церковь осталась там. Они продолжают общаться между собой, пошли где-то чаю попили, еще какое-то общение идет. Знаете, как-то вот так вот получается, что во многих местах мы приезжаем, и люди уже как бы из церкви, уже ты, если ты вдруг, как вот вчера Андрюша. Драгоценный мой. Я еще раз говорю, это только мне можно, вообще Андрей. Вдруг затянулось служение, ну вот как-то Дух Святой так повел. Молились за людей. И многие люди скажут, слушай, ну времени-то нет уже, надо бежать. Это благо на конференциях, люди просто для этого приезжают, аллилуйя. Конференция спасает ситуацию. А если просто служение, ну как бы все, 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 мне надо бежать, у меня дела, я занят, у меня там то, другое, третье. Послушайте, есть ли внутри нас это вожделение к Божьему присутствию, утомление, когда мы прибегаем в Божье присутствие, когда мы бежим реально в ожидание. Я вот то, о чем я вчера говорил перед служением, ожидание делает все. Вот это, когда внутри нас есть это переживание Господи. Иисус говорит такие слова, кто жаждет, иди ко мне, ну беги быстрее, иди ко мне, пей. Как важно, чтобы внутри нас было вот это ожидание, что Бог будет что-то делать особенное. Я знаю на сто процентов, вы знаете, я убежденный человек в том, что если бы в каждом из нас было вот это вожделение, это томление по Божьему присутствию, и мы бы бежали в дом Божий, огонь Божий бы приходил. Как важно, чтобы внутри нас было это. И я помню 90-е годы, как мы бежали в дом Божий, дорогие мои. Я покаялся в 92-м году, я летел как стрела, понимаете, просто вот. Потому что, ой, сегодня собрание. И не важно, когда оно было там, в воскресенье, в четверг, в среду, в понедельник молитвенное. Бежишь. Знаете, поэтому Иисус в книге Откровения, одной из церквей, когда Он обращается, Он очень сильно делает ударение такое, знаете. Ты потерял первую любовь. Ты уже как бы и не горячий, и не холодный. Ладно бы ты хоть холодный уже был, понимаешь? Потому что иногда холодного легче разжечь, понимаете, пламя. Огонь Божий. Когда ты бежишь вот в этом ожидании, когда ты бежишь в этом томлении в дом Божий. И Бог приходит со своим ответом. Давайте дальше. Истомилась душа моя, желая во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. Как важно, чтобы все в нас бежало в дом Божий. Сердце мое, плоть моя. Нас немножко по-другому учили в 90-е годы, да? У нас учили так, что плоть пошла вон! Халилюя! Не знаю, у нас так было в Казахстане. Мы гоняли плоть постоянно там. А здесь по-другому. Мне здесь больше нравится. Плоть моя не пошла вон, а пошла в дом Божий бегом. Устала на колени. Что-то не нравится? Сейчас на лицо вообще упадешь, будешь лежать перед Богом. Следующий стих. Как птица находит в себе гнездо, жилье. И ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих, у алтворей твоих, Господи сил, царь мой, Бог мой. Дальше. Блаженны или благословены. Ну, хотя блаженны тоже хорошее слово, правда ведь? Живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя. Вот смотрите. Возможно, вы много раз уже это слышали. Как важно, чтобы мы были именно живущими. Я уже говорил, что мне не очень нравится слово прихожанин. Потому что, ну, прихожанин, это тот, кто прихожанин, он и ухожанин. Тот, кто уходит потом. Захожанин, ухожанин. Но если мы понимаем, мы же осознаем, мы говорили с вами об этом, мне хорошо быть в доме твоем, песня. Когда мы поем ее, мы понимаем, что я, как сын своего отца, как ребенок, дом отца, мой дом. Как я могу быть прихожанином в доме моего отца? Я рассказывал как-то, знаете, я уехал миссионером. Мы жили в Алма-Ате, и мы не были... Я не был в родительском доме, наверное, 4 или 5 лет. И вы знаете, когда я приехал, я жму на звоночек, и открывается дверь. Я 5 лет не был дома. Я женат, у меня уже дети, у меня свой дом как бы. Понимаете? Но открывается дверь, и даже запах тебе говорит, что ты дома. Просто ты вот... Как я давно это... Сейчас моих родителей уже нет, они на небесах. Но послушайте, когда я приходил, я никогда не ощущал себя в гостях. Ты вообще не чувствуешь себя в гостях. Ты просто дома. Мама, знаешь, ты так вот быстренько на диванчике все расстилает, подушечку положила, тебя положила. Ты такая, что будешь, пельмешки, вареньки. И начинается вот такая вот суета вокруг тебя. Благословенные, блаженные, живущие в доме. Благословенные, живущие, не заходящие периодически, не уходящие. Живущие, это постоянное состояние. Поэтому я и говорю, когда мы просыпаемся, что есть внутри нас? Есть ли внутри нас вот это вот, Господи, как хорошо. Сегодня я просыпаюсь, и я могу сказать тебе, Боже, спасибо тебе за этот новый день, что я буду сегодня видеть твою драгоценную славу, твою драгоценную любовь, что сегодня ты будешь меня использовать, как сосуд твой, и люди, которые столкнутся со мной, они переживут твое присутствие, твое слово, которое внутри меня. И ты бежишь в Божье присутствие, есть ли в нас это? Писание говорит, они непрестанно будут восхвалять тебя, непрестанно. Мне нравятся слова, живучий, это состояние постоянное, аминь. Невременное. И вот непрестанно, это тоже состояние постоянное. Невременное, непрестанно, значит, не переставая. Никогда не закончат они это. Они непрестанно будут восхвалять тебя. Непрестанно, непрестанно, аллилуйя. Это не значит, что мы будем петь целыми днями. Вопрос немножко о другом. Потому что, знаете, когда я с моей женой, когда мы общаемся и назидаем друг друга, это также восхваляет Бога. Когда я общаюсь с своим ребенком, я назидаю ее, мы просто общаемся. Когда я просто подошел и обнял ее и сказал, я люблю тебя, ты драгоценность. Это восхваляет Бога. Мои решения восхваляют Бога. Мои поступки восхваляют Бога. Мои слова. Я говорю о правильных решениях, о правильных поступках. Дальше. Благословен человек, которого сила в тебе и у которого в сердце стези направлены к тебе. Аллилуйя. И это тоже очень важно. Сейчас я вам скажу, это сильно касается поклонников. Сильно касается. Потому что это сильно коснулось меня. Когда наша сила в нем, не в нас лично, в нем. Однажды у нас были такие служения по Сибири, мы ездили почти месяц. И, возможно, мы просто не рассчитали свои силы, честно. Потому что практически каждый день у нас были служения. И получалось так, что регион большой, и у нас утром служение в одном месте, потом садимся в маленькую машинку, вот такую, и едем 400 километров в другое место, там у нас служение. Садимся, едем полночи в другое место, чуть-чуть спим, там у нас служение. И вот так вот в течение месяца. И я помню, мы приехали в город Новосибирск. Такой длинный зал. Где-то полторы тысячи человек пришло. Там же реклама. Соколовы приезжают. Я никогда не жалел, вот в тот момент я жалел, что просто какая-то реклама была. Почему? Потому что мы приехали, я, извиняюсь за выражение, ни петь, ни свистеть. Голоса ноль. Я стою перед сценой, у меня, аллилуйя, а что же я делать-то буду? И вы знаете что? Я стою там, и я понимаю, я даже боюсь повернуться назад. Там стоит уйма людей, которые в ожидании, знаете, пришли послушать. И я стою здесь. Со мной происходят такие вещи, я просто начинаю плакать. Слезы льются, я стою, я думаю, Господи, люди пришли, а у меня больше нет сил. И плачу, стою. И в этот момент Бог так нежно проговорил в мое сердце, родные мои. Я думаю, это для каждого прославителя будет очень важно. Бог проговорил мне такие слова. Знаете, я плачу, говорю, Господи, все, нет сил. И Бог мне говорит, наконец-то. потому что мы так часто надеемся на свои силы. Вы знаете, мне как человеку, как вокалисту, знаете, когда я здоров, мне так легко, я понимаю все, аллилуйя, все хорошо. Но послушай, когда ты как вокалист, ты приезжаешь, люди пришли просто послушать, а ты, чтобы тебе подняться, ты понимаешь, ты ни одну ноту взять не можешь. Ты слаб, как никогда. И вдруг Бог мне говорит, наконец-то. Кончились силенки. И в этот момент, знаете, внутри меня такое осознание, когда ты слаб, я силен. И Бог, знаете, мне такую вещь сказал, которую я не забуду никогда. Люди не на тебя пришли посмотреть. Кто ты есть, если меня нет? Они пришли ко мне за моими ответами. Они пришли за моей любовью. Они пришли за моим словом. Они пришли сюда, потому что они нуждаются в моем присутствии, не твоем. Блажен человек, которого сила в тебе. И знаете, после этого ни разу в моей жизни не было, чтобы я, знаете, переживал. Нету голоса, нету там того-то. Послушайте, драгоценный, я Богу там сказал, Бог, аллилуйя, если я не смогу спеть, я же всегда смогу говорить о тебе. Я буду говорить, какой ты классный, как я тебя люблю, как ты чудесен. Если я не смогу говорить, в конце концов, я смогу танцевать перед тобой. Аллилуйя. Слава Иисусу. А если я не смогу и танцевать, значит, буду пристально в небеса смотреть. Так, чтобы взглядеть, читалось все, что я чувствую в данный момент. Сила в нем. И вы знаете, я поднялся на эту сцену. Не на эту. Я говорю про Новосибирск. И, Господи, как сильно пришли небеса. А я вам хочу сказать, прямой эфир лучше не смотрите оттуда. А то будет заворачиваться ушки, знаете. Там Саша Соколов, Петухов, знаете, но такое Божье присутствие было. О, Господь так благ. Благословен человек, которого сила в нем. Запомните это. Если ты служитель прославления, запомни, сила не в тебе. Сила не в том, что ты круто выучил соло, послушай. Хотя, это тоже круто, послушай. Это не значит, что тебе не надо учить. Но сила не в этом. Сила приходит от Бога. Когда ты сделал все, что необходимо, ты выучил все. Сделал это красиво. И сделал это от всего своего сердца. И твое сердце сокрушено перед Богом. И Бог пришел вот тогда. Потому что иногда, и я сталкивался с такими вещами, когда играет команда мега профессионала. А ты стоишь, тебе надо проповедовать, а тебе плакать охота. Потому что ничего, кроме пустоты, ты не чувствуешь. Вот это двойное содержание. Когда ты профессионал, и когда ты духовный, влюбленный в Бога, это всегда ядерная смесь. Дальше. Проходя долину и плач, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Мы всегда, знаете, я всегда читаю, и мне кажется, Господи, ну вот, 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 классно, 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 а потом раз, и долина плача. А что, в жизни не так, что ли? Мы часто, вот знаете, мы вроде все, аллилуйя, аллилуйя, опа, что это такое? Как это могло случиться? А вот так. Вы знаете, никто не думал, мы вот до этого только приехали с конференции в Краснодаре, там тоже была конференция поклонений. И мои девчонки заболели так, что просто. Это было так сложно вообще. Но Бог, знаете, эту долину провел так интересно, что я все время был с ними, и я был постоянно здоров, потому что мне надо было служить каждое служение. И сейчас они там колятся, капаются. Я верю, Господь их особенным образом исцелит своей милостями. Мы иногда проходим вот просто на ровном месте. Мы идем, идем, и бум, и мы попадаем в какую-то, казалось бы, пустыню. Но послушайте, драгоценные мои, если внутри нас есть вот эти сердца поклонников, томящиеся, желающие в Божьей присутствии, мы даже долины плача будем проходить по-другому. Аминь, аллилуйя. Даже там, в долине плача, Бог будет открывать источники. Бог будет покрывать благословением, дождем своим. Дальше. Проходят от силы в силу. Являются перед Богом на Сионе. Дальше. Господи, Божий сил, услышь молитву мою. Внем ли Божий Яковлев? Дальше. Божий защитник наш. Приникни и презри на лицо помазанника Твоего. Дальше. Ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи. Знаете, драгоценные, мы так вообще даже так, ну, мы так и не выражаемся, да, но вот чтобы так жить, чтобы по-настоящему понимать, что, Господи, да реально пять минут в Твоем присутствии лучше десятков часов вне Его. Просто в Твоем присутствии, чтобы я мог просто раствориться в Тебе. Вы знаете, однажды в 92-м году несколько минут Божьего присутствия хватило, чтобы моя жизнь изменилась. Просто Божье присутствие пришло, и вот этот дух покаяния, когда я бежал вперед, чтобы сказать, Бог, Ты мне нужен, не могу, умру без Тебя, помоги мне. Вы представляете, вот просто чуть-чуть, немножечко Божьего присутствия может изменить все. Он говорит лучшее. Давайте откроем еще раз этот стих. Не убирайте его, если можно. Ибо один день во дворах Твоих лучше, лучше, лучше быть в Твоем присутствии, лучше быть в Твоем присутствии. Поэтому этот псалом, он конкретно говорит о живучих, живучих. Запомните это слово, живучий, живучий. Это состояние, состояние. Я не знаю, было ли у вас когда-нибудь такое, у меня было, и очень часто, когда ты даже ночью просыпаешься, и ты понимаешь, что Бог просто будит тебя, чтобы ты помолился. Было ли когда-нибудь у вас? Я ночью просыпался, я просто понимал, что я не усну, пока я не встану на колени и не помолюсь. Я начинаю молиться, иногда даже Бог мне открывает, что это, и почему, и за что я молюсь. А иногда ты просто молишься, 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 и ты понимаешь, все, аллилуйя, я могу идти спать, все нормально. Живучий, это состояние, это то, как ты просыпаешься, и то, как ты ложишься спать, и даже то, как ты спишь, то, как ты общаешься с женой, то, как ты общаешься с детьми, то, какие решения ты принимаешь, то, какие поступки ты совершаешь, живучий. Один день во дворах твоих лучше тысячи, желая лучше быть у порога в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия. Удивительно. Можно было сказать, что, слушай, ну это какой-то такой, как бы, ты же не бомж. Что это вот у порога, просто вот на порожке? У нас обычно люди без определенного места жительства, они вот так вот, знаете. Он говорит, я лучше так, чем там, чем в шатрах нечестия. Я лучше у порога в храме посижу и буду выглядеть не очень презентабельно, мне не важно. Я лучше у порога в храме, чем там. Я поэтому говорю с вами, дорогие мои, об этом. Это тонкая такая грань, и это очень важно, когда мы бежим из Дома Божьего, из Божьего присутствия, когда собрали закон, что мне надо бежать. Почему мне надо бежать? Ну, мне надо еще там то-то, то-то, то-то сделать. Мне надо вот у меня друзья, мы с ними собираемся пообщаться, мы пойдем где-то в боулинг погоняем, мы пойдем там еще что-то сделаем, мы пойдем в теннис поиграем, мы пойдем еще, еще, еще. Послушайте, не против каких-то вот этих вещей, но, дорогие мои, если мы не осознаем, что лучше на пороге в храме, лучше быть в Божьем присутствии, чем где-то вне Его. Нам нужно научиться бежать в Дом Божий, нам нужно научиться, чтобы в нашем сердце было вот это томление, оно было постоянным. Не просто бежать туда, где там ты можешь просто расслабиться. О, все, наконец-то. Я, наверное, один из самых таких людей, которые, понимаете, нам вот, мне после уонного количества служений мне очень хочется, знаете, расслабиться. И как только мне очень сильно хочется расслабиться, мы с женой разговариваем, слушай, нам надо в отпуск. Мы уже неизвестно, сколько вообще не ездили в отпуск. Просто не ездили. Весь наш отпуск, мы со служения в другое служение, на другое служение, на другое служение, из города в город, в самолет, из самолета, из самолета, из самолета. И вот так вот. И раз у нас такой какой-то промежуток возникает, я говорю, о, Наташенька, классно, вот это хорошее время. Мы сейчас вот, и, знаете, тут же звонит кто-то, говорит, ребята, надо, чтобы вы приехали послужить. И по-человечески, и вообще, в принципе, я думаю, что каждый из нас, мы можем принимать для себя какие-то решения и сказать, ну, брат, это отдых для меня. Но вот как-то внутренность моя говорит, нет, я пойду послужу лучше. Потому что понятно, что расслабиться я всегда успею, знаете. Лучше. Один день во дворах твоих желаю быть у порога. Лучше я у порога посижу. В доме Божьем, нежели в шатрах нечестия. Дальше. Следующий стих. Господи сил, благословен человек, уповающий на Тебя. Мы благословены, мы благословены, когда мы находимся в этом уповании на Бога. Я специально прочитал прежде стих к Тимофею, 4 главы, 16. Чтобы мы понимали, знаете, как важно нам смотреть в Писание. Не просто смотреть в Писание, что оно говорит, а смотреть на себя. Потому что, знаете, вот очень важно, чтобы вот наше внутреннее было прямо состыковано с тем, что написано. Иначе Слово Божье это буква, которая убивает. Она вот есть и есть. Но Дух, который животворит, это, знаете, когда происходит? Когда мы встречаемся напрямую со Словом Божьим. Когда Слово Божье, оно проникает в нас, разделяя все. Убирая все ненужное. И поэтому, знаете, когда я смотрю в Писание, я понимаю, что мне нужно вникать в себя и в Него, чтобы соответствовать этому Писанию. И Писание, оно не всегда, знаете, приходит и тебя маслечком вот так вот мажет, чтобы тебе было хорошо. Нет. Часто приходит так, что Писание, как меч, обоюдоострый. И поэтому люди говорят, слишком радикально. Нет. Но это не я радикальный, это Писание радикальное. Это Его Слово, это не мои слова. И если мы говорим, это Твое Слово, и если мы говорим, пусть оно живет во мне, нам нужно сказать, я хочу соответствовать тому, что Ты говоришь. Я хочу, чтобы в моей жизни было вот это вот вожделение. Я хочу, чтобы в моей жизни было отомление. И я хочу, чтобы в моей жизни пребывали вот эти вот моменты, чтобы я мог понимать, что для меня в Твоем присутствии пять минут гораздо дороже, чем все остальное. давайте встанем. Давайте встанем. Есть такой псаломчик, такой коротенький, он небольшой, 118-й. Почитайте. Мне он так нравится. Просто там, в принципе, ты поймешь все, что тебе надо. Жажда. Мы читаем пророка Исаия 44,3, Иоанна 7,37, Откровение 21,16. Жажда. Важно, чтобы это было внутри нас. Потому что сегодня очень много разочарованных людей, и они говорят, я не чувствую Бога, я не получаю слова, я не переживаю Духа Святого. Ну, знаете, родные мои, драгоценные, это целиком и полностью зависит не от кого-то, кто-то там, кто-то приехал послужить, и я вот пережил Духа Святого. Нет. Это от нас зависит. Вот от нашего внутреннего состояния, в каком состоянии мы пришли в Дом Божий, в каком состоянии ты пришел. И если внутри тебя есть это томление и жажда, ты всегда переживешь Бога. И Бог будет касаться, Бог будет приходить с ответом. Но если этого нет, любимые, какой бы человек не стоял на сцене, какая бы команда не прославляла Бога, какой бы мега помазанный он не был, это не будет работать. Потому что внутри нет жажды, внутри нет томления. Отец Небесный, пожалуйста, Господь, пусть возгорит в нас внутри это пламя, чтобы мы по-настоящему горели, не тлели, не дымили, не были теплыми, Господь, но чтобы мы горели для Тебя, пожалуйста, Бог Всемогущий, пусть зажгется внутри нас эта любовь, первая любовь, которая так сильно нас влекла в Твое драгоценное присутствие. Господь наш, пожалуйста, пусть это томление, оно будет всегда внутри нас, в наших сердцах, чтобы мы чувствовали, чтобы мы бежали в Божий дом, чтобы мы бежали в Твое присутствие, чтобы мы бежали к Твоему Слову, Господь, к Твоему престолу, Божий Всемогущий. Пожалуйста, просто пусть это горит внутри нас, пусть это, Господь, оно по-настоящему живет внутри нас, и мы хотим, чтобы Твое Слово, вот то, что мы сегодня читали, оно жило внутри, чтобы нам соответствовать тому, что написано. мы со Своей стороны хотим вникать в себя и в учение. Господь, оживи Твои слова внутри нас. Мы превозносим Тебя, благодарим Тебя за все. Тебе, драгоценный, любимый Царь, Царей Бог, Богов, Отец Небесный, да будет слава во веки веков. Все скажем Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова